Любовь не понимает слов В ролях Джем Эмюлер Султан Караглу Кирич Эврен Дюаль Элиф Доджан Метихан Куру Гёздэка Чаглу Ягмур Агус Акул А также Назан Дипер Любовь не понимает слов Мы постоянно виделись с ними У моей жены была интрижка с её мужем Она пережила это не так легко, как я Сейчас она в больнице Поэтому я и ездил в Стамбул И как она? Не хочу говорить об этом Всё так плохо Она умирает Так вот почему пропадал Ты навещал её Я только хотел быть с ней рядом Выходит, её муж ни разу не приехал? Ни разу Даже не позвонил И чем же он так её впечатлил? Не пойму Он говорит без остановки Ты же знаешь, какое у неё доброе сердце Вот он его и растопил Мне не нравится этот парень, Тувал Что думаешь? Так оно и есть, Мурат Нас, женщин, привлекают мужчины с загадкой Но когда дело доходит до отношений Мы хотим открытости Вот что я тебе скажу Побеждает тот, кто честен и откровен Спящая красавица, просыпайся Еда готова Почему я сплю, когда перед глазами Такой прекрасный вид И как я опять заснула Зато уже всё приготовили Пойдём, давай руку По-моему Если бы соус был потемнее Специи побольше Соли поменьше Было бы вкуснее Ну и так неплохо Мне кажется, ты утку передержал Она долго стояла в духовке? Ты её буквально высушил А давайте гости сами решат Ладно Кто голосует за Мурата? А кто за Ибрагима? Как же так? Разве это возможно? Гостей нечётное количество А голоса разделились пополам Очень интересно Просто кое-кто не проголосовал Давай, милая Сёл в твоих руках Выбирай короля Но я ещё не определилась Мне нужно подумать У Ибрагима По вкусу Получилось что-то родное Успокаивающее Но и Муратбей Приготовил интересное блюдо Но у него вкус мимолетный Незапоминающийся У Ибрагима всё иначе Все специи подобраны идеально Может вкус Не такой насыщенный Но человек Хочет следовать за ним А утка Муратбея Показалась горьковатой Каков вердикт? Никак не могу решить Можно мне ещё немного времени? Раз уж нет победителей Позвольте поднять бокалы За этих двух королей Поздравляю, друзья У вас ничья Так что пока Ни победителей Ни проигравших О, здравствуй, дорогой Керем И тебе здравствуй, брат Дадаш Как поживаешь, брат? Всё хорошо? Слава богу, да Но я пропустил ваш разговор Но я вам не помешаю Потому что впервые На моей памяти Ты привёл девушку В наш квартал Ты мой гость И без возражений Брат, позволь, я угощу тебя Ты умница Хорошего вечера Спасибо, брат Спасибо Спасибо, Дадаш Двей Вы очень любезны Приятного аппетита Прекрасная леди Хорошего вечера Отдыхайте Какой он приятный человек Какое чудесное место В каком прекрасном месте ты родился В каком хорошем месте вырос Я решил побыть эгоистом Вот и привёз тебя сюда У меня есть другая жизнь Которую ты не знаешь И с которой у тебя не было Времени познакомиться Я просто хочу её показать Другая? Насколько? Ты гангстер? Партизан? Да нет, что ты Это наш квартал В этом и есть наша жизнь Мы все друзья Мы не умеем наживать врагов Перестань говорить Так возвышенно Лучше скажи Ты правда здесь с девушкой Первый раз? Правда Это я? Да, ты Конечно, ты Всегда была только ты Понимаешь? Я пока не могу Дать тебе ничего кроме себя Но я обещаю Отдать тебе всего себя Мы собираемся поговорить с Хаят Но я не знаю, правильно ли мы поступаем Всё хорошо, успокойся Но мы же её провоцируем, чтобы от неё избавиться Я боюсь, что эффект будет обратный Я же говорю У неё ничего нет Она хочет что-то получить, ничего не отдав взамен Зачем мы туда едем? Что мы ей скажем? Не забывай, дорогая Дидем Лучшая защита – это нападение Это наша тактика Мы собираемся выкурить Хаят? Конечно, нет В конце концов, она дочь наших друзей Но когда я с ней разберусь Ей придётся совсем не сладко Она отстанет от нас по своей собственной воле Хоть бы так вышло Жизнь, в которой нет Хаят Мечта Если ты хочешь, чтобы эта мечта сбылась, дорогая Дидем Лучшее, что ты можешь сделать Это продолжать играть роль опечаленной невинной женщины Остальное предоставь мне Я скажу ей, что после разговора с ней Ты пришла ко мне вся в слезах И ты была в таком состоянии Что можно было снова ложиться в больницу Я выясню, чего она хочет от женщины Которая только что потеряла ребёнка У меня было столько впечатлений Это была лучшая коллекция сезона Капитан, не бойся Я видела их по дороге домой Она не выходила По крайней мере, пока А я её и не искал В любом случае Я сделаю всё, что в моих силах Ты правильно опасаешься Мне тоже не понравился этот паренёк Очень подозрительный Не кажется ли он слишком стерильным для человека Который столько пережил? Твоему сведению Мне не нравится, как у босса складывается вечер О чём ты говоришь? Как ты и сказал Наша девочка юна, красива и наивна Этот человек, похоже, хлебнул горе Я имею в виду, что мы её теряем Надо что-то делать Мы должны поговорить с ней И должны поговорить сейчас или никогда Сейчас или никогда Мурат, сейчас или никогда Понял? Понял Я не понимаю, что мне делать Этот человек официально направил нож на Ибрагима И что в итоге? Он даже слова не сказал Да уж, стальная воля Соберись, Хаят Помни, что нельзя сдаваться Нельзя отступать Ты был здесь? Да Я ждал тебя Зачем? Нужно поговорить Но Ибрагим всё ещё ждёт от меня ответ Поэтому мне нужно вернуться на вечеринку Ты не уйдёшь Это почему? Я так хочу С какой стати? Ты больше не мой начальник Поэтому я вольна делать Что захочу? Погоди, Хаят Ты не вернёшься в сад Ты пойдёшь со мной Только ты так думаешь Разве? Ты ведь ещё не выбрала, с кем танцуешь? Отпусти меня, или я закричу Мы уходим, даже если ты будешь кричать Останови меня, если сможешь Мурат, что на тебя нашло? Ты с ума сошёл? Куда ты меня тащишь? Да, сошёл с ума Из-за тебя Мурат, отпусти меня, пожалуйста Всё очень вкусно А ещё Керем Обсудим главный вопрос Мы, допустим, сойдёмся То есть Именно продолжим отношения Ты будешь таким же настойчивым человеком Я захлебнусь в этом? Опять? Нет, я сделаю всё, что скажешь Не звони по пятьсот раз на дню Пепек Я чувствую в этом что-то приятное Прекрати звонить каждую минуту А ты отвечай на сообщение Мне тоже приятно Но Я кое-чем забыла Секунду Это важно Вот что Керем Прошу Не нужно общаться с моим папой Тайне от меня Никогда Я стёр из памяти твоего отца Кто твой отец? Не помню Даже в голову ничего не приходит Папа? Не знаю такого Прекрасно Я забегу в туалет И сразу вернусь Обсудим ещё пару вещей Вот бы разговаривать с тобой вечно Дживат Папа Две минуты назад я пообещал не вспоминать твоего имени Пристал как банный лист Он нас подслушивает, что ли? И что делать? А если это важно? Алло Привет, Керем Как дела, сынок? Хорошо, что случилось? Надо встретиться, Керем Нужна помощь Боюсь, никак не смогу Папа Дживат Я сейчас занят Но если нужно Я могу подъехать завтра Только, пожалуйста, не рассказывайте Ипек Прошу вас Хорошо, я позвоню завтра До свидания, папа До завтра Куда ты меня тащишь? Не знаю Ладно, я верю, что ты настроен решительно Я могу пойти сама Нет, ты упустила свой шанс ещё в тот раз Может, расскажешь, что у тебя на уме? Расскажу, но позже Слушаю Нам нужна Хаят Ханым Хаят Ханым? Хаят Санапикташ Её сейчас нет Ладно, тогда Кемальбей, он у себя? Кемальбей вышел на пенсию и уехал в путешествие Суны Ханым нет уже где-то месяц Я могу вам чем-то помочь? Мы проезжали мимо, вот и захотели поздороваться со старыми друзьями Так когда Суна Ханым вернётся? Не знаю, она ничего не говорила Ладно, благодарю Доброй ночи Если Суна не появлялась уже месяц, то кто в Сарте? О, ну наконец-то Мир стал прежним Зачем ты вообще меня сюда принёс? Да ещё и на спине Мы на вершине? Да Так и есть Знаешь, меня пугают подобные выходки Говори уже, что хотел, и давай поскорее вернёмся А ты готова это услышать? Готова Точно? Точно Точно Ну же Я так давно этого ждала Тогда слушай меня внимательно По-моему, тот парень не твоего полиягода То есть ты была права, но не торопись с ним Что-то меня в Ибрагиме смущает, не могу понять, что именно Что? Ты приволок меня сюда только для того, чтобы сказать не это? Да Ты дочь папиного друга, поэтому я чувствую ответственность Мы бы поговорили об этом раньше, если бы не твоё упрямство Моя личная жизнь тебя не касается Мне не нужна защита Твоя уж точно Сегодня иной день Это наше начало Нет лишь меня или лишь тебя Есть мы, и я на седьмом небе Я словно отрастил крылья Молодец, просто молодец Всё будет хорошо Да, мне нужно будет кое-куда заехать Завтра первым делом зайду в ЗАГС, выберу дату свадьбы На какой день? На следующие выходные? Что? Кирем, притормози, друг мой Не гони коней Что? Я же прошёл проверку Что же дальше тогда? Я не могу просто так прийти Давай позвоним соседям Наденем кольца Определимся Определимся Кирем Не дави на меня Прекращай А то крылья твои Я могу и оборвать Запомни Переборщил, да? Ну что я могу поделать? Я так волнуюсь Но ведь у нас всё хорошо То есть всё прекрасно Мы теперь вместе Правда, дорогая? Да Мы вместе Я умру сейчас от передозировки романтикой У тебя дома нет? Давай, тебе пора Мой дом там, где ты Ладно, может сейчас я уйду Но с этого момента Даже если я уйду Я буду с тобой Спокойной ночи Не нужно общаться с моим папой Втайне от меня Никогда Хорошо, тогда до завтра Пожалуйста, не рассказывайте, Эпек Какая у тебя красивая машина, ослы У меня тоже есть Прямо как твоя Дорогой дорог Это и есть твоя машина Аллах, не понимаю Когда ты успел так напиться? Всё случилось внезапно Хоть бы довезти тебя домой В целости и сохранности Ослы Ты отвезёшь меня домой И воспользуешься тем, что я пьян? Как ты могла так поступить со мной, ослы? В смысле довезти домой? Дорогой дорог Я везу тебя домой А знаешь почему? Да потому что ты сел на заднее сиденье И устроил сцену из-за того, что не смог найти руль Да быть не может Я не смог найти руль Не смог, дорог Ещё ты искал его в багажнике Ты назвал ту волханым папой Ты перепутал садовый шланг со змеёй Ты думал, что официанты – министры Поэтому обсуждал с ними экономику Ослы, отвези меня домой Прекрати Ослы, отвези меня домой Ну всё, давлю по газам Эй-эй-эй, девушка Ветер Ты ведь знаешь, что у машины есть тормоза? Да Предлагаю не разбиваться, как арбуз, выпавший из грузовика Прикуси язык Я из-за тебя такой Субтитры сделал DimaTorzok Когда ты вернулась? А я не должна была возвращаться Прости, что не смогла прийти и поучаствовать Бред какой! Выходит, у тебя тоже не всё гладко? Тоже? Знаете что? Меня как-то напрягает этот акцент на то же Мурат опять что-то натворил, Хаят? Да, он закинул меня себе на плечи и утащил Посоветовал быть осторожней с Ибрагимом и отпустил И вот после этих его речей я пошла обратно Он странный Двигайся, я тоже пройдусь Просто прекрасный вечер, да? Давайте я с вами А тебе зачем? Я зря устроился на работу спустя полтора года С тобой Аллах, брат Спасибо, сестра Спасибо Спокойной ночи Увидимся До встречи Боялась, что они никогда не уйдут Я тоже скоро пойду Нет Тебя эти слова не касались Сядь, заночуй здесь Или Переезжай сюда, если захочешь Ты поговорил с ней? Да, поговорил Что ты сказал? А она что? Что ты ей на это ответил? Или говорил только ты? А она слушала? Кто говорил, а кто нет? По сути, я сказал то, что должен был Остальное зависит от неё И Это Всё? Ну да Всё А ты чего ожидала? И правда, чего я ожидала? Спасибо тебе огромное Этот вечер очень много значил для меня Увидимся Ничего не вижу Я запуталась Где мы? Что происходит? Для чего всё это? Не понимаю Тувал Ханым звонит Может, она прольёт свет? Да, Тувал Ханым Этот парень сводит с ума И не только вас, а всех Меня он сведёт в могилу Сейчас упаду от злости Из него клещами слова не вытянешь Он не человек, а стена Да, точно Он молчал Так что выкладывай, птичка Какой счёт? Кто забил мяч? Кто выиграл марафон? Что сделал Мурат? Мяч не попал в ворота А марафон отменили И все спортсмены вне игры Я имею в виду, что Мурат Лишь захотел предупредить меня Насчёт Ибрагима И всё Я сейчас упаду в обморок Этот Мурат точно что-то замышляет Или у него травма От того, что он пережил в последнее время Он спрятался под своим панцирем Как черепаха Мы подождём И посмотрим, что он будет делать Терпение Ладно Наберись терпения, птичка Нельзя сдаваться Спокойной ночи Постараюсь Спокойной И что? По нулям Полный провал Ты погляди какой Тувал Ханэм Он тоже ничего не сказал И что Мурату Вам не нравится? У меня безупречная репутация Отличная карьера Я чистоплотен Со мной приятно общаться Я даже умею готовить Что ещё? Почему мне приходится каждый раз говорить, что я шучу? Слушай Думаю, Мурат понял, что это розыгрыш И поэтому ничего не сказал А ты уверен в этом? Сколько человек знают? Тувал Ханэм запуталась больше меня А мы с Ипиэк молчали, как партизаны Получается, осталось только ослы Кстати, а где ослы? Пока ты была с Муратом Они уехали с Доруком И как мы будем тебя выводить из этого состояния? Заварить чай? Может, лучше выпить кофе? Я знаю Что ты знаешь? Способ протрезветь И какой же? А вот такой Дорук! Дорук, что ты за человек? Кошмар какой-то! Какая-то степень опьянения! Ты просто ужасен! Ты издеваешься надо мной! Честно, бывало лучше Ослы! Ослы, помоги! Дорук, что случилось? Дорук! Ослы, у меня судорога! Ослы, давай скорее! Погоди, я сейчас! Не шевелись, Дорук, погоди! Не смей умирать! Я плыву к тебе, Дорук! Ну, согласись, водичка такая приятная Ах ты, придурок и мерзавец! Ты заплатишь за это! Мерзкий пьяница! Мерзкий пьяница! 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 И правда приятная Нет, не берёт Но Ослы даёт Её жизнь полна приключений Надеюсь, всё нормально Ты же говорила, что Аня вместе с Доруком С ней всё будет хорошо Кто знает, куда он её увёз Пусть хоть кто-то из нас повеселится Ты права Хоть кто-то из нас улыбнётся Я не могу нормально спать Да, я тоже Сколько же проблем от этой любви Эх, красотка Ты только что сказала «да» Керему Как он мог так поступить с тобой? Не знаю Я бы не поверила, если бы не слышала своими ушами Только он пообещал, что не будет разговаривать с моим отцом А через минуту ответил на звонок Если ты доверяешь кому-то То конец, подруга Снимешь доспехи и получишь ножом в спину Вы стали парой Почему ты ему ничего не сказала? Хаят, мы так чудесно провели день Я не хотела всё испортить И своё настроение в том числе По крайней мере Я решила, что пусть хотя бы этот день будет только наш Но вы же поговорите Да И я скажу «нет» Нет Как можно жить с человеком, который врёт Даже если он обещал, что не будет Нет Наша тусовщица нашла дорогу домой В чём дело? Разве ты не уехал? Вообще-то уехал Но не выдержал и вернулся Я уехал и приехал Я уехал, а потом уехал и приехал И вот я здесь Так, прекращай Ипек Можешь выйти со мной на минутку? Ну, давай Они не умеют жить настоящим Либо прошлое припоминают Либо будущим угрожают Я лишь принимаю во внимание то, что вы говорите, Мурадбей На днях вы мне сказали, что нужно больше думать о самой себе И дать другим шанс Ты не уйдёшь Это почему? Я так хочу С какой стати? Ты больше не мой начальник Поэтому я вольна делать то, что захочу Ну же Я так давно этого ждала Что? Ты приволок меня сюда только для того, чтобы сказать не это? Ты что, играешь со мной, Хаят Пикташ? Вау Вот это да Вот это да Какой у тебя гигантский дом, дорог Чем ты здесь занимаешься? Ты что, вызываешь всех через громкоговоритель? То есть вот ты захочешь пойти на кухню из гостиной Время года поменяется в середине пути И ты останешься без подходящей одежды Ослы, я без ума от твоей головы Включаю волосы Боже, ты сейчас думаешь о волосах? Дорог, посмотри на нас На что мы похожи? У меня копыт вода, как будто я сломанный кран Дай мне чистую зону Это тоже слишком большой Я боюсь, что я потеряюсь Куда ты собралась, ослы? Мы играем в прятки Знаешь, мне будет достаточно Если я смогу найти свою подушку и одеяло Минутку, ослы Погоди, погоди Дорог Держи меня Дорог, что происходит? У меня кружится голова Сможешь ли ты оставить меня одного в таком состоянии? Откуда мне знать? Я думала, что ты протрезвел Когда мы разговаривали и развлекались Теперь не оставлю Сейчас я должна сделать тебе кофе по-турецки Предскажешь мое будущее? Ты протрезвеешь через три минуты, Дорог Это я тебе гарантирую Аллах Кирим, у меня уже голова закружилась Чего ты хотел? Так, если ты хотел устроить сюрприз, то сегодня с меня хватит Нет, совсем нет Я пообещал, что больше ничего от тебя не скрою И мне не по себе Мусака Что? Тебе сказали, что она бесплатная, вот ты и всё и съел Может, в этом причина? Дело в другом Ты так серьёзен, так серьёзен Слушай Ты запретила мне разговаривать с твоим отцом Но когда мы ужинали, и ты вышла в туалет Он позвонил Я не брал трубку, но он всё Звонил и звонил Ты ответил? Да Подумал, вдруг что-то важное Он сказал, что нужно встретиться, что есть какая-то проблема Что мне делать, Ипек? Он же твой отец А ты что? Я сказал, хорошо, увидимся завтра А что мне оставалось делать? Аллах Я выговорился и полегчало Спасибо, что рассказал Потому что я это уже всё слышала Если бы ты не пришёл и не признался Я бы держалась от тебя подальше Иди ко мне Дай обниму, моя милая Спасибо 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 Что сдержал слово И вернулся Да я бы уже с ума сошёл, если бы дальше скрывал это Тогда не делай так больше Всё мне рассказывай Что угодно Там что-то срочное? Он тебе сказал? Поверь, я не знаю Правда не знаю Ладно, тогда я поеду с тобой Хорошо, Ягодка, поедешь со мной Поедем вместе Но постой, хочу ещё раз тебя обнять Сейчас съем тебя Дорог Мой дорогой дорог Сколько пальцев показываю? И кто я? Было два пальца А ты, должно быть, ангел Ну, какой я ангел? Что я такого сделала, чтобы стать ангелом? В конце концов Я просто сварила кофе Теперь ты трезвый Раз ты пришёл в себя Мне пора Но, ослы, сейчас уже очень поздно Я не могу тебя так отпустить Оставайся А в благодарность я тебе своими руками приготовлю завтрак Хорошо Прекрасно, это очень мило Но нет Давай в другой раз, дорог Просто действительно уже очень поздно Я осталась, потому что очень переживала Что с тобой может что-нибудь случиться Иначе бы Я Не просидела с тобой допоздна Точно Ослы, извини, но я должен тебе кое в чём признаться Я не был пьян сегодня Ни на минуту Но мне было Так приятно проводить с тобой время Что я притворялся, чтобы подольше побыть вместе И ползал по полу, чтобы ты не ушла И если уж на то пошло Я никогда раньше такого не вытворял ради девушки Ослы 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 Да, дорог Привет, Хаят Прости, что так поздно звоню, но Ослы Захрапела Где захрапела? На лежаке в саду И у меня не выходит её разбудить Она не проснётся Но это чудо, что она продержалась так долго Если храп очень громкий Запретись в другой комнате Ладно Передай ей Пек, чтобы не волновалась Ослы 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 Хорошо, обязательно передам Спасибо, что позвонил Спокойной ночи И тебе спокойной ночи Переведено и озвучено студией Кириллица По заказу онлайн-кинотеатра Иви в 2022 году Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok